МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главный подарок на день детства. 1 июня детская железная дорога открыла очередной 64-й сезон. Трудно сказать, кто этому радовался больше. Маленькие пассажиры, которые с раннего утра вместе с родителями толпились на перроне, или юные железнодорожники, которые целый год готовились кто к дебютному, а кто к очередному выезду. В учебный год 2016-2017 года на Оренбургской детской железной дороге обучалось 565 ребятишек, наших воспитанников непосредственно. Это ребята первого, второго, третьего и четвертого года обучения. То есть детвора из школ города, это 5-9 класс ребят, которые у нас учатся. Это и проводник вагона, и, получается, дежурный по станции, диктор, помощник машиниста, машинист, стрелочник, ну и многие другие профессии. Я пришел сюда в прошлом году и попробовал уже более четырех профессий. Мне больше всего понравилась за тот год профессия стрелочника, за что я получил грамоту «Лучший стрелочник» 2016 года. Первый год мы будем себя пробовать. Я хочу стать попробовать проводником. Машинистом хотел бы попробовать, но это будет на третий год только. В разгар торжественной части и напутственных речей Антон и его помощник уже спешат занять рабочие места, чтобы настроиться на первый в этом сезоне рейс. Это называется контроллер. Можно изменить обороты по такометру. Это коробка передач. Он управляет тепловозом пятый год. За спиной полсотни рейсов туда и обратно. Однако время не отучило волноваться. Слишком хорошо понимает, что сейчас в его руках. Да, очень огромная ответственность и поэтому очень много волнения. Ну, переживаю, что вдруг что-нибудь забуду включить или там неплавно тормозну. Вообще все эти важные мальчишки и девчонки в белых рубашках, которые теперь здесь главные, когда-то сами были пассажирами детской железной дороги. А теперь мечтают, что из маленьких вагонов когда-нибудь вырастут до больших. Сейчас ты познаешь профессию. И я вот собираюсь сейчас учиться дальше на железнодорожниках. И хочу узнавать больше о этой профессии, чтобы потом учиться хорошо в техниках. Видите, ко всему происходящему юные железнодорожники относятся не как к игре, а как к самой настоящей работе, любимой работе. Той, ради которой жертвуют посиделками во дворе, походами на пляж. В месяц я выхожу где-то 11 раз, это то есть за июль. За июль я где-то выйду раз в 12. У нас есть смены, по которым мы занимаемся. Это проводник, ревизор, стрелочник, диктор, ДСП и многое другое. А что вам даже оценки ставят? Да. Вот, допустим, за каждую смену нам ставят оценки. Это то же самое, как и школа. Но не будем забывать, детская железная дорога создавалась не только ради обучения, но и ради развлечения, доступного развлечения. Цены на беле здесь не меняются несколько лет. Детский – 20 рублей, взрослый – 40. Малышей до пяти лет везут бесплатно. Как и великой радости. Что тебе здесь нравится, расскажи. Все. Нравятся деревья. Ту-ду. У бабушки Данила, может, и были на сегодня совсем другие планы, но будущий машинист, который с года бредит паровозами, еще накануне заявил, что уже несколько дней ему снится… Погодетская железная дорога. Вы знаете, вот спит и видит паровозиков. Утром встает, бабуль, давай посмотреть фотографии паровозиков. Вчера домой поехал с тем условием, что завтра поедем мы на паровозике кататься. В маленьких вагончиках сегодня все было прямо как в больших. Здесь перемешались люди из самых разных городов. Эти ребята, к примеру, приехали к нам из Питера. Мы приехали в гости. И сегодня, так как День защиты детей, мы решили прокатиться на детской железной дороге. А эта компания вообще частично из Магадана. У нас вот гости с Магадана как раз решили показать достопримечательности Оренбурга. Нет, в Магадане нету железной дороги. Там только у нас автодороги такие на машинах. Ну, для нас, конечно, это новое. Я не ездил ни разу. Пока все пять вагонов везут пассажиров из пункта А в пункт Б, предлагаю вспомнить, откуда вообще взялась эта узкоколейка в наших краях. И так ее задумали в 1953 году. 19 мая начали строительство, а 23 июля уже торжественно открывали. Только представьте, уложились в 68 дней. Длину она занимала 5 километров. Состояла из трех станций и двух платформ. Немного позже ее продлили еще на 800 метров. В итоге, даже сегодня Оренбургская детская железная дорога – одна из самых длинных в России. Уступаем только городу свободной, что в Амурской области, Питеру и Чите. Кстати, мы почти приехали. Наш поезд прибывает на станцию Пионерская. Остановка – одна минута. Убедительная просьба – не вставать со своих мест до полной остановки поезда. За 64 года по детской железной дороге прокатиться успели почти 4 миллиона человек. По крайней мере, примерно столько билетов было продано за это время. Я, например, в последний раз от станции Комсомольской до станции Дубки направлялась лет 28 назад. С тех пор, конечно, сменились и тепловозы, и вагоны. И я здесь чувствую себя настоящим гулливером. Но только во всю поездку не покидает ощущение, что этот поезд везет меня назад. Детство. Натерина Киселева, Вадим Доминов, в наше время. В Оренбурге «Фольксваген» протаранил дом и едва не убил играющих во дворе детей. ЧП произошло в МЖК. Так, на глазах десятков свидетелей, внедорожник на огромной скорости завернул во двор, влетел в стоявший Ниссан, снес кустарник и пробил стену жилого дома. Чудом горе-лихач не въехал в детей, которые играли на площадке буквально в нескольких метрах. Водителя внедорожника увезли на скорой помощи. Удар был настолько сильным, что пробил одну панель в доме. Если бы не сработавшие подушки безопасности, травмы могли бы оказаться смертельными. Причину инцидента выясняют полицейские, но очевидцы утверждают, что слышали в момент происшествия, как человек за рулем кричал что-то вроде «разбегайтесь». Не исключено, что причиной аварии стала техническая неисправность. У машины могли отказать тормоза. Степной поселок заволокла дымка. Накануне на улице Джангильдина произошел пожар. Загорелось заброшенное здание. Вот такое видео засняли очевидцы. Как сообщали местные жители, пелена рассеялась по всему району. Пользователи социальных сетей пишут, что из здания выбегали подростки. Натушение пожара потребовалось около двух часов. Минобороны назвала причину крушения Ту-154 над Черным морем. По их данным, спровоцировать трагедию могла ошибка пилота. Я напомню, Ту-154, летевший в Сирию из Москвы, разбился вскоре после дозаправки в Сочи 25 декабря 2016 года. На борту самолета находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля Александрова, 9 сотрудников российских телеканалов, а также президент благотворительного фонда «Справедливая Россия» Елизавета Глинка, известная как «Доктор Лиза». Изначально рассматривалась версия теракта, однако в ФСБ исключили этот факт. Сегодня вступил в силу закон, запрещающий водителям работать без российских прав. Запрет касается таксистов, водителей автобусов, коммунальной и грузовой техники. Соответствующее положение содержится в новой редакции закона о безопасности дорожного движения. Также отмечается, что контролировать исполнение запрета будут сами работодатели, которых в случае нарушений оштрафуют. Административный штраф составит 50 тысяч рублей. Для водителей подобное нарушение обойдется в 15 тысяч рублей. ПО-5 проводится публичное слушание по проекту решения Оренбургского городского совета об исполнении бюджета города Оренбурга за 2016 год. На публичных слушаниях присутствуют депутаты Оренбургского городского совета, представители администрации города Оренбурга, представители общественных объединений, жители города Оренбурга. Сначала слово представляет начальник финансового управления администрации города Оренбурга. Мы все знаем, что в 2016 году процесс адаптации российской экономики к резкому ухудшению внешнеэкономических условий продолжался. Кризисные процессы затронули экономику города и, соответственно, повлияет на исполнение бюджета. Благодаря постоянному мониторингу исполнения бюджета, по главному показателю, нам удалось контролировать финансовые риски, своевременно принимая решения, направленные на обеспечение сбалансированности и платежеспособности бюджета. Реализация всеми участниками бюджетного процесса комплекса мер, направленных на исполнение решений городского совета о бюджете, утвержденных соответствующим постановлением администрации, позволила мобилизовать в бюджет всю сумму доходов, предусмотренных планов. Фактически в бюджет города поступило 10 млрд 251 млн, или 101% от плана. Были профинансированы все первоочередные задачи, сохранены объемы финансирования основных статей расходов. Бюджет города по расходам исполнен на 10 млрд 55 млн. Финансовым результатом исполнения бюджета за счет городских средств является дефицит 134 млн, но по причине остатка высшестоящих бюджетов, результатом кассового исполнения в целом за 2016 год является превышение доходов над расходами в сумме 195 млн. Анализ основных параметров бюджета показал, что они сопоставимы с параметрами бюджетов 2011-2012 годов. При этом собственные доходы примерно находятся на одном и том же уровне, а доля текущих расходов и обязательных платежей, финансируемых за счет собственных доходов, в бюджете города значительно растет и составил 90%. Рост по сравнению с 2015 годом более 220 млн. Если бюджет города за 2013-2014 год был исполнен без дефицита собственных средств, то в 2015, а тем более в 2016 году мы были вынуждены привлекать банковские кредиты и завершили год с дефицитом. В отчетном году собственные доходы составили 4 млрд 887 млн. Это налоговые и неналоговые доходы. Их общая доля в доходах бюджета составляет 48%. При этом по налогам план не выполнен и поступление составили 3 млрд 896 млн. или 98% от плана. Неналоговые поступления составили 990 млн. рублей, 132% от плана. Безвозмездные поступления – это главным образом средства уже стоящих бюджетов – 5 млрд 365 млн. или почти 100% плана. Основной проблемой исполнения доходной части являлось невыполнение плана по основным налогам на общую сумму 114 млн. Мы наблюдаем отрицательную динамику поступления налогов. По сравнению с 2015 годом темп роста составил всего лишь 99,5%. При годовом плане в 3 млрд 984 млн. мы исполнили только 3 млрд 896 млн. Однако благодаря совместной главными администраторами работе по мобилизации дополнительных доходов удалось компенсировать выпадающие доходы. Данная работа носила системный, постоянный характер и проводилась в соответствии с планом, утвержденным постановлением администрации. В Оренбурге продолжает дорожать бензин. По данным Оренбургстата, за неделю стоимость топлива 80-й марки увеличилась на 14 копеек и составляет 35 рублей 10 копеек. 92-й бензин подорожал до 36 рублей 23 копеек. Увеличился в цене 95-й. За него придется отдать 39 рублей 57 копеек. Правда, одно радует, не изменилась стоимость дизельного топлива. Оно стоит 38 рублей 62 копейки. Как реализовать себя человеку с ограниченными возможностями в Оренбурге? Этим вопросом задались в городской администрации. Накануне в штабе Северного округа состоялась встреча представителей общественных организаций ветеранского актива города с представителями спортивных, досуговых и развивающих учреждений. Основная цель беседы – реализация детей с ограниченными возможностями в социуме. Часто задают вопрос, вырос ребенок, где он может себя реализовать, как он может себя найти, где он может себя попробовать. И несмотря на то, что мы уже и спартакиаду проводим в этом году, 24-й, на следующий год у нас юбилейная, будет 25-я, в этом году мы провели уже 19-й фестиваль среди детей-инвалидов. То есть есть уже хорошие наработки, есть хорошие традиции, которые позволяют развивать способности ребят с ограниченными возможностями. Тем не менее, появляются новые организации в городе, которые тоже бы хотели участниками своих мероприятий видеть наших инвалидов. Какие организации? Спорт, культура? Спорт, культура. Ну вот несколько сегодня представлены будут организации по спорту, вы это увидите. Вот скажем, теннис-центр, новый большой комплекс, где уже занимаются 19 человек, из них более 10 человек. Это ребята-инвалиды-колясочники. Для них созданы все условия, для того, чтобы они могли там заниматься. Они тренируются у нас три раза в неделю, причем бесплатно. А вот дальше они принимают участие во всех соревнованиях, которые проводит город. То есть представляя, защищая интересы своей вот команды. Пейнт-клуб, который сегодня тоже новое направление. Ну, трудно сказать, спорт или какое-то увлечение, занятие, но тем не менее это тоже игра, такая спортивная, где ребята тоже могут проверить свое физическое состояние, свои возможности, ну и немножко так, скажем, поразвлечься. На протяжении многих лет в городе функционирует межведомственный координационный совет по делам инвалидов, который помогает людям с ограниченными возможностями в решении их проблем. На заседаниях совет обсуждаются важные вопросы, среди которых трудоустройство, медицинское обслуживание, доступность для людей с ограниченными возможностями социальной инфраструктуры. Сам совет, он открытый, он не закрытая такая организация, и вновь появляющаяся организация всегда может войти в наш состав и принимать участие во всех заседаниях, где мы обсуждаем решение жизненно важных вопросов. Обсуждая вопросы, мы понимаем, что мы должны доводить любую информацию о возможности реализовать в городе себя инвалиду, рассказать о том, куда он может пойти, чтобы занять себя досуговой деятельностью, то ли это спортивные направления, то ли это творческая деятельность, то ли это, скажем, самозанятость какая-то. И вот для того, чтобы довести до сведений руководителей общественных организаций, до активных членов общественных организаций, до ребят с ограниченными возможностями, куда им можно обратиться, и где в городе можно найти себя и попробовать себя реализовать, вот с этой целью сегодня мы организовали такую встречу с активом среди инвалидов. Большинство из нас живет по заранее установленному алгоритму. Детский сад, школа, университет, любимая работа. Это, можно сказать, канон нашего времени, формула счастья. Однако не у всех есть возможность пройти такой путь. О тех, кто ищет свою собственную уникальную тропинку, мы расскажем вам далее. Ребенок с самых первых дней начинает познавать окружающий его мир, видит лица родителей, слышит их голоса, чувствует запахи, трогает горячее и холодное, учится мыслить, встает на ноги. Для полноценного развития нужны все органы чувств, но что делать, если какой-то из них не работает? Мировая практика давно научила людей не ставить крест на инвалидах, ведь есть множество примеров, когда человек с ограниченными возможностями, вопреки всем и всему, добивался поразительных успехов. Лауреат Нобелевской премии Стивен Хокинг, американский певец Стиви Уандера, слепший практически сразу после рождения. Здесь же можно вспомнить и российскую исполнительницу Диану Гурцкую. Диагноз не стал для них оправданием ничего не делать и жалеть себя. Как не станет и для Марата Курмакаева, 11-летнего мальчика из Оренбурга. У него ретинопатия недоношенных, проще говоря, он ничего не видит. Многочисленные операции пока не приносят результата, но это не заставляет Марата грустить и сетовать на жизнь. Главным его увлечением является музыка. Ей он занимается больше трех лет, поет и играет на фортепиано. Имеет множество наград. Также совсем недавно завоевал медали на соревнованиях по легкой атлетике. Да и в общем, Марат ведет себя как обычный подросток с современными увлечениями. Путешествует по интернету, интересуется видеоиграми и даже сам неплохо сражается с противниками на приставке, ориентируясь только на слух. Конечно, как любой ребенок, Марат имеет свою мечту. Он хочет стать полицейским. Ну, во-первых, да, там можно ловить преступника. Во-вторых, ну, я... Потому что... Потому что... Ну, во-вторых, я... Эта работа... Эта работа, она такая немножко, вот, интересная. А в-третьих, она немножко вот так... Ну, немножко такая рискованная. Еще один мальчик, который не собирается опускать руки вопреки диагнозу, это Максим Лесев. Сегодня ребенок тоже ничего не видит, но зрение он потерял после рождения. В 2013 году Максим заболел менингитом. Просто началось все с уха, болело ухо ухо, не придали этому значения. Это все было в Казахстане, саммит с Актюбинска. Пролежали в больнице, и когда кинулись, уже гной пошел в голову. И получается, что полностью зрение мы потеряли, не успели сохранить. Максим научился жить со своим недугом. Он спокойно играет с мамой в шашки, захочет, порисует или даже почитает. В октябре самое время готовить и развешивать кормушки для птиц. Я, когда вырасту, я хочу работать на двух работах. Первая работа – это музыкант, а вторая работа – этот, астроном. А почему астроном? Ну, мне созвездия нравятся, звезды. Музыка и звезды – это довольно необычный выбор будущих профессий для современных детей. Такой тандем обнажает романтическую сущность Максима, его стремление к высокому, выходящее за границы сознания. И если астрономия пока только в планах, то вот музыкой мальчик занимается серьезно. Пусть он и не видит струны скрипки, но великолепно их чувствует. Под его пальцами они рождают мелодию полной эмоций. Именно для таких детей в Оренбурге уже 19-й раз проходит фестиваль «Передай добро по кругу». Под его эгидой собираются ребята со всего города. В этом году в программу гала-концерта вошли лучшие номера коллективов и исполнителей, отобранные на предварительных этапах. Всего в них приняли участие более 200 человек. Фестиваль проходил в четырех номинациях – музыкальные ступеньки, поэтическое вдохновение, волшебная кисточка и умелые руки. Для мастеров рисовать и собирать поделки организовали целую выставку, а остальные, вооружившись микрофонами, на сцене сражались за победу. По итогам фестиваля лучших наградили дипломами и ценными подарками. По данному мероприятию, оно показывает, что несмотря на то, что дети есть некие ограничения, будем так говорить, да, тем не менее они раскрываются, тем не менее они стремятся показать все, на что они способны. Это очень радует. Смотря на такие выступления, трудно было поверить, что это особые дети. Они пели, танцевали, читали стихи. И ни о каких ограничениях речи не шло, ведь выходя на сцену, юные артисты оставляли свои болезни и недуги за кулисой, а перед зрителем представали обычными мальчиками и девочками, такими же, как остальные. Добрый вечер. Если сегодняшний день кажется вам обычным, то не спешите с выводами. Вполне возможно, он войдет в историю, как 1 июня 1897 года. Этот день запомнился народными гуляниями на ипподроме. Организатором выступило товарищество цирка. Для граждан устроили по-настоящему впечатляющее шоу. Например, господин Коровин управлял упряжкой из шести скокунов. Мадемуазель Лили, Мисс Гатлей и Мадам Джулия со своими лошадьми выступили в образе амазонок. Но настоящий восторг публики вызвали скачки на римских колесницах. А 1 июня 1900 года в Оренбурге открылся дневной детский приют. Его благодетельницей стала не кто-нибудь, а жена губернатора, госпожа Барабаш. Для приюта наняли хорошего врача и профессиональных воспитателей. А главной его особенностью стал график работы. По сути, этот приют – аналог современного детского сада. В 1935 году главным событием дня оказалось открытие нового грязелечебного курорта под названием Гай. Лечебница была рассчитана всего на 100 человек. Но в первый же заезд курорт принял втрое больше отдыхающих. Кроме того, все путевки на июнь были разобраны загодя. Чтобы как-то снять ажиотаж, оренбургцам настойчиво предлагали путевки в другие санатории. Например, в Новосельгие в Скойку мыслещебницу. Причем, если служащий за поездку должен был заплатить почти 500 рублей, то для рабочих и колхозников путевки шли со скидкой за 400. 1 июня 1957 года заполнится первым областным фестивалем молодежи. Со всей области собрали 2000 юношей и девушек. Открытие провели на стадионе «Динамо», а вот сам праздник охватил буквально весь город. Работали 39 площадок, где молодежь могла облеснуть самодеятельностью или спортивными достижениями. А вот в 1969 году, 1 июня, оренбургцы встречали украинскую делегацию. Тогда в моду вошли всевозможные декады. Выглядело это так. На 10 дней город, область или страна активно начинали приобщаться к чему-то. К дружесной культуре, определенному виду спорта и так далее. В чем на декаду украинской культуры в Оренбург приехали настоящие звезды. Например, режиссер Владимир Довганов. В город Оренбург прибыла представительская делегация украинских деятелей культуры. Писатели, кинорежиссеры, артисты посетили нашу область с концертами и выступлениями. Чем запомнится 1 июня 2017-го, пока загадка. Но любая дата, если не меняет историю, то остается в ней точно. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова